Мы понаходим, скажем так, и точки устойчивости, и выносливость, и дыхание, и в целом, как мы можем распределять свои ресурсы на этот час и в дальнейшем на всю свою жизнь. Итак, начинаем мы со стоп, стоим, отстраиваем положение тела, ноги на ширине плеч, таз подкручен, плечи отведены назад, лопатки сведены, сводим в нижней части лопаток и в верхней части поясницы. Там. На пятках выдох. Колени держим прямые. Стараемся таз назад не отводить. Спина и ягодицы находятся на одной линии плечи. Дальше можно за таз отвести. Поясницу при этом не выгибать. Хорошо. Кружочек делаем. Кружочек делаем. Кружочек делаем. Делаем кружочек. Разворачиваемся направо. И легкий бег на носках. Плечи за тазом. Дышим, животом. Обижали. Одну спиной вперед. Одну спиной вперед. Приставные два на два. Два правым боком, два левым боком. Хорошо. Прямые ноги вперед выбрасываем. Назад. Вбоку. Руки ставим. Подальше. Убираем высоту. Задача дотянуться коленями до ладоней. Хорошо. Ставим ладони на ягодицах. И бежим за хлестом. Пятками до ягодицы дотягиваемся. Угу. Устанавливаем дыхание. Дышим нижней частью живота. Средний, верхний и полный выдох. Хорошо. Идем на пятках. Носки как можно выше от пола. Поднимаем. Таз толкаем вперед. Плечи отводим назад. Хорошо. На носках. На внешней стороне стопы. Колени в стороны. Таз вперед. Плечи за тазом. На внутренней стороне стопы. Хорошо. Пятку ставим. Носок разворачиваем. Делаем шаг. Пятку ставим. Носок наружу. Разворачиваем. Делаем шаг. Здесь колени все время чуть согнуты. Таз за носком не разворачиваем. Таз смотрит прямо. Хорошо. Носки внутрь. Косолапим. Можно в коленях чуть согнуть. Главное, стопа всей плоскостью касается пола. Хорошо. Подъем на одном носке. Одну ногу выносим вперед. Вторая нога выталкивает нас вверх. Делаем шаг. Задержаться на некоторое время. И пятка аккуратно вкатится. Хорошо. Взъемы протягиваем. Ставим ногу на взъем. Вектор давления на средний палец ноги. И вперед взъем протягиваем. Ногу на пятку ставим. И второй взъем протягиваем. Тянули. Хорошо. Вес тела немного переносим на взъем. Хорошо. Пяткой скользим по полу. Колени вместе. Задняя нога отталкивается. Делаем шаг. Колени вместе. Пяткой по полу скользим. Задняя нога отталкивается. Делаем шаг. И добавляем разворот на 360 градусов. Ногу заносим за ногу. Повернулись. Пару шагов. Опять ногу завели за ногу. Повернулись. Пару шагов. Хорошо. Руки на лопатках. Перед собой. Высоту регулируем самостоятельно. Мах ногой к противоположной руке. Носок от себя. Возвращаем ногу быстрее, чем понимаем. Пару шагов. Пару шагов. Хорошо. Мах к одной именной ноге. Пару шагов. Хорошо, руки развели в стороны, мах снаружи внутрь, хлопок по разноменной руке. Хорошо, мах изнутри наружу, хлопок по обеим ладоням. Нет, Тань, руки перед собой, ладони вправо разворачиваем. Нет, если влево пальцы смотрят, мах левой ногой изнутри наружу, давай, хлопок по этим местам левой ногой, бэмс. Все, теперь вправо разворачивай, вот. Видишь, ты руки разворачиваешь, Тань, ты что-то рисуешь руками, вот, около ладони вправо-влево. Только ладони разворачиваются. Тянемся ногой к рукам, а не руками к ноге. Хорошо, ласточку делаем с разворотом бедра. Нога, продолжение тела. И понемножку начинаем разворачиваться. Развернулись, постояли, обратно свернулись и поменяли ногу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ладони в ту же сторону. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Хорошо, компас. Бедро той ноги, которая в воздухе, тянем к полу. Задача повиснуть на опорной ноге, пустить тазобедренный сустав. И также поворачиваемся вправо максимально, тело вместе с ногой и влево. Руки, продолжение плеч. Плечи опущены. Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Хорошо, молодцы! Руки в стороны. Ладони тоже в стороны. Мах к противоположному уху, носком на себя. Опускаем ногу. Нет. Мах к противоположному уху, носком на себя. Опускаем ногу в два раза быстрее, чем поднимаем. Колено прямое, опорное и ноги, которые в воздухе. Хорошо, мах к одноименному уху. Мах к противоположному уху. Мах изнутри и наружу. Хорошо, вставим звездочку. Руки в стороны. Ноги полторы ширины плеч. Ну, чуть шире, чем ширина плеч. Идем сейчас влево. Внимание на левую руку. Опускаем левую руку. Правую себя закручиваем. На 180 градусов верхнюю руку поднимаем. Мах правой ногой. И встали в первоначальное положение. Теперь правым боком стоим. Правая рука опускается. Левая себя закручивает. На 180 градусов. Пальцы к плечу, левые руки. Правую руку поднимаем над головой. Ладонь в потолок. Мах левой ногой. Носок в потолок. Левая опускается. Правой закручиваем. Пальцы к плечу. Верхняя рука. Ладонь в потолок. Мах правой ногой. Правая опускается. Левую себя закручиваем. Пальцы к плечу. Правая над головой. Мах левой ногой. Стараемся не падать на ногу. А вот если бы вы махнули и направо остались. Вот вы махнули и направо остались. То вы мажете и потом на эту ногу падаете. Просто попробуйте сейчас махнуть и остаться на ноге. Просто мах и на ноге остались. Вот. Левая рука опускается вниз. Правая себя закручивает. Пальцы к плечу. Левая над головой. Ладонь в потолок. Мах правой ногой. Носком в потолок. И аккуратненько поставили. Вот. Правая опускается. Рука. Левая себя закручивает. Пальцы к плечу. Правая над головой. Ладонь в потолок. Мах левой ногой. Носок в потолок. Левая опускается, правая себя закручиваем, левая над головой, ладонь в потолок, правой ногой и встали. Хорошо, в обратную сторону идем. Левая опускается, правая себя закручиваем, левая над головой, ладонь в потолок, правая опускается, левая себя закручиваем, правая над головой, ладонь в потолок, мах. Левая опускается, правая закручиваемся, левая над головой, мах правой ногой. Правая опускается, левая себя закручиваем, правая над головой, ладонь в потолок, мах левой ногой. И еще шаг, левая опускается, правая себя закручиваем, левая над головой, мах правой ногой. встаем хорошо встаем к станку ножку кладем на станок носок от себя опорная нога смотрит вперед носок носок вперед встаем бедро сразу подкручиваем к зеркалу у всех левая нога на станке левая рука в кулаке у бедра пальцы вверх и правым кулаком стараемся соединить правый кулак с левым носком они должны быть на одном скажем так как правильно сказать в одной на одной прямой лежать на одном уровне да 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 на одном уровне чтобы да и кулак и носок были на одном уровне но мы делаем это не тем что корпус наклоняем к носку а тем что бедро скручиваем осмотрим все равно вперед бедро только скручиваем на выдохе прожатся 10 секунд вдох выдох и скручиваем бедро а кто сделал ногу поменяли и повторяем то же самое с другой ногой носок вытягиваем носок вытягиваем плечи опущены и и и и и и и и и Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. На одну, на другую ногу. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Разворачиваемся левым боком к станку. Продолжение следует. 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 Вот здесь. На участке там задача по левой ноге. Сейчас посмотри, как правая будет работать. Стоим, значит, на левой ноге, разворачиваемся правым боком к станку, правую ногу закидываем на станок. Носок на себе. Таз толкаем вперед. Пальцы правой руки подходят к левому плечу. Левая рука поднимается над головой ладонью в потолок. Шея продолжения тела, локоток прямой. И начинаем наклоняться к ноге, которая на станке. Стремимся пальцами руки попасть в пальцы ног. Чтобы бок почувствовать, таз вперед, а плечи стараемся за таз убрать, поясницу подкрутить, таз подкрутить. Локоток выпрямить. Плечи опустить. Плечи опустить. Ну вот. Когда мы используем ее, мыlenка и расширим. Мы желаем до конца. Мы хотим. Какой-то растяжка вот тут. А не в руках. В руках. у меня задача убийцы есть задача просто поискать вот здесь не так высоко иди сюда сюда все все наклоняйся все Так, я не помню, почему не больно. Ага, а здесь вообще никак? Вообще никак. Как будто вот тянется здесь, а здесь никакого сеть теней нету. На одну, на другую ногу попробуй. На носок. Нет, да, да. Таня, у тебя как бок тянется или ноги больше? Ну, только здесь вытянулось. Да. Когда локоть прямой, это не твой. А, это когда локоть прямой, начинает работать мышцы. Получается вся линия. Вот, сейчас ты только голову. Ну, бок нашла потихоньку. Не, ну это не исключено, как бы, конечно. Зависит еще от того, насколько растянуты ноги, внутренняя сторона бедра, внешняя. Руку правую. Да, старайся за спину завести, как будто. Вот. Голову не наклонять к плечу. Еще подача. Вот. Что, тут вообще никакой натяжки нет? Как так? Любопытно. Идем за скамьями. Легко. Ага. Ну, давай. Помним, что со скамеечкой делать? Что угодно. Значит, Тань, пробуешь вот эту штуку. Значит, садимся на одну ногу. Носок опорной ноги можно развернуть немножко. Вот эту ногу чуть-чуть колено внутрь уронить. Вот носок наружу, а колено немного внутрь. Да, да, да. Все. Можно руки вперед вытянуть. Можно в такую позицию. Одна сверху. Да. Да, да, да. В крюке вторая. Вот. Поэтому, может быть, руки сначала вперед. Таз как можно ниже и на другую ногу перетекаешь. вот. И потихоньку спину выпрямляй. Вот. И с одной ноги на другую. Ну, перетекай. А ты на скамеечке. Да, да, да. Садись, чтобы скамейка не ползала. Я просто сюда сяду. Так. Нет, ты сиди, ты нормально. Вот здесь, на середине. Я уже не могу. На середине сиди. Все. Как во всаднике сидишь, как во всаднике сидишь. Угу. Все. И попереноси вес. С одной ноги на другую. Прямо по скамейке. Ну, да, да, да. Прямо начало по скамейке. По скамейке? Ну, ведь что-то. Вот, да. Тяжелее, если скамейки заметься, понимаете, что меня тут в чем-то тянут. Поэтому на скамейке делай лучше. На скамейке неудобно. Неудобно на скамейке делать? Ну, как-то. Вот, ноги широко, и вот по скамейке ползаешь. Нет. Ну, пшш. Ох, пш, по скамейке. Назад тогда надо вернуть в скамейку. Ну, сейчас время. Переднюю кнопку показывать. А? Ты хочешь стойку взять? Над головой? Нет, руки поменяй просто. Это за спину. Все. А здесь крюк. Все пальцы касаются большого. Вот. Вот, 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 да. Поэтому аккуратненько. Двину, к слову, я хочу. Как это сделать? Вот, да. Спина. Спина. Затаза. Что? Если спина не затаза, у меня не так, да? Что ты хочешь сказать? У меня пока спина не затаза. Ну, пока плечи впереди, а та сзади. Ну, сейчас нет задачи, как бы. Есть задача стремиться к тому, ну, прямо сделать здесь сейчас. Потихоньку. Посидела, прослабилась в этом положении. Видишь, медленно. Потом перешла, таз к полу. Можно так низко не садиться. Можно вот выбрать комфортную высоту и на ней работать. И здесь уже ты плечи можешь за тазом держать. Ну, пробуй выше. Пробуй и так, и так. Настя, аж правильно помню? Там нога, ой, рука наверху у той ноги, которая согнута в колене, во вторая в круке за спиной. Все так. Да, да, да. Да. Здесь уже можно развернуться. Ну, проверить, да. За тазом у тебя плечи или нет. Здесь уже видно. Если надо проверить. Чем ниже садишься, тем у тебя тело, да, вот в такое положение хочет прийти. Плечи вперед, чтобы снять напряжение. С ног. Только сзади крюк. Все пальцы касаются большого. Да. Угу. Так. Сейчас из блока подсечек сделаем только циркули. Садимся на ножку. Вторая. Выпрямленный носок на себя. Стараемся угол держать между ногами 90 градусов. Руки ставим по обе стороны от колена. Руками будем по полу перебирать. И все. И вперед циркуль. Перебираем, перебираем, перебираем. Полтора оборота сделали. Вес тела на другую ногу перенесли. И также полтора оборота сделали. Мы прям руками перебираем, перебираем, перебираем. Стопа на полу касается пола. И угол 90 градусов мы стараемся держать. Нужно ногу. Хорошо. Теперь назад. Тот же циркуль, но назад. Также стопа касается пола. Перебираем руками. Полтора оборота сделали. Вес тела перенесли на другую ногу. Вес тела. Нога, на которой сидим, пятка отторвана от пола. Прям руками перебираем. Да, да, да. Только не перекрещиваем, а вот просто вот. Пара, па, 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 па. Деньги. Ага. Так. Нужно сориентироваться. Минутку. Минутку. Все правильно. Гуси. Так. Два шага вперед, два шага назад. Два шага вперед, два шага назад. Пару шагов буквально. Первое положение. Да, локти соединены между собой. Спину выпрямляем, насколько можем. И вперед бежим. И назад. Все, и назад чопаем. Все, вставай. Теперь вставай, вставай, вставай. Все, можно походить, потому что здесь застой происходит под коленом. Там ноги могут тяжелеть. Тяжелеть еще. Вот. Дальше второе положение. Руки за спиной, ладонь в потолок. Вперед бежим, назад идем. Все, а назад сделала? Пол шага. Назад надо пройти. Один шаг. Пол шага назад надо сделать. А, назад? А, все. Следующий гуси с ударом ноги. Дальше. Также руки за спиной. Можно за пол придерживаться. Все, разворачиваемся, идем в другую сторону. Разворачиваемся и в другую сторону. Разворачиваемся и в другую сторону. Таз вперед, коленка к полу. 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 Так, прыжками. Прыжками. Два прыжка. Руки занесли. Если с левой стороны раскручиваемся вправо, если с правой стороны раскручиваемся влево. Ноги пошире, чтобы устойчивость была. Два прыжка. 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 Стреляют? идет, или по обеим сторонам это коленки. Что у меня креста... Крестообразно? Ну, то есть... Там такое ощущение, что они поскольку тянутся, режущее такое, может быть, ощущение. Ну, как бы, сейчас мозг начинает у тебя проверять, в каком положении у тебя болит, в каком не болит и так далее. Ты делай до того момента, когда не болит, заболела, встала, походила немножко, еще попробовала болеть, все. Если сегодня болеть, на ощущение не прыгаем. Болит колено, говорю. Колено болит. Ну, блин, что-то болит. Ну, не знаю, что там болит. Даже не знаю. Может быть, вот так еще попрыгает. Болит колено. Ну, мозг, он такой, да. Если что-то болит... Так, так болит. Вот так. А, блин, не болит. К врачу приходишь, что-то у меня, вот, когда я вот так вот руки делаю, у меня болит. А вы в каких ситуациях вот так вот делаете? Ну, так не делайся так. Без десяти. Узники. За щиколотку беремся. И идем. Вперед, назад, оба колена прямых. Вперед, назад, оба колена. За одну, за другую, за обе. Вперед, назад. Вперед, назад. Угу. Вперед, назад. Вперед. 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 кто сделал боку мы разворачиваемся также боком по за одну ногу за другую за обе но Продолжение следует... 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 Кто-то, наоборот, может сбавить кровь, кто-то может отследить. И я их выстроила таким образом. Ну, то есть, кто будет загонять, да, кто может загонять. Старалась их рядом и ставить. В принципе, это работает, но иногда нужно голосом напоминать. И видеть, он просто начинает со всеми, да, вроде темп один идеалит. А он не может, наоборот, чувствуешь, да, что что-то мы загоняем там, где не надо загонять, надо, наоборот, отчинять назад. Поэтому иногда то, что наоборот, мы не загоняем ли мы, ты можешь своим движением немножко сбавить темп, ну, сохранить всю команду, не рассыпать. Как мы реально. Ну, может такое быть, что все делают неправильно, а ты чувствуешь правильно, что надо сбавить, да, не просто сбавить, да. Ну, какое-то напряжение, когда ты... гонишься за всеми, не расслабленный. Вот. Ну, вот такие открытия тоже. Вполне возможно. Вот этот вопрос, он меня всегда ставит в ступор. Для меня это тоже задача, как на него ответить. Ну, вот я порассказывала, как я ощущала себя в упражнениях. А сделать какой-то такой... Это для меня огромный вывод какой-то, вывод надо как-то сделать. Мне хорошо. Ну, что-то было явно хорошее, что у меня... Ну, и сегодня как-то вот на занятии атмосфер, какая-то была... Я смогла быть сконцентрированной на себе. Было меньше шума, меньше слов. Они какие-то были конкретные, короткие. Вот. Не знаю. Всего? Здравствуйте. Всех с праздником. Со светлой Пасхой. Ну, сегодня как-то вот легко очень. Особенно бегалось легко. Вообще как-то вот первая часть для меня так прошла, как-то вот на таком подъеме, первую часть занятия имею в виду. Правда, легко бегалось и спиной вперед, и как-то... Как-то уверенность какая-то в ногах ощущалась. Вот. Ну, потом, ну, понятно, уже когда стали делать... Переносили вес с одной ноги на другую, здесь уже сложнее. Вот. Потому что там болевые ощущения, да. И когда делали растяжку, ну, наклоняли туловище, да, к ноге, я не чувствую, что бок, вот этот вот бок растягивается. Чувствую только растяжку в ногах. Вот. Ну, это, наверное, как-то, может быть, что-то я не до конца как-то ощущаю, как это правильно мне встать, чтобы ощутить вот именно натяжение в боку. И, ну, с обеих сторон, и с одного. То есть это ощущение не было натяженности на обе ноги, когда я делала на обе стороны. Вот. Потом, когда мы делали... Выравнивали руку с ногой, я прям всё не чувствовала. Как-то у меня плохо ведро скручивалось. Вот прям вот... Как будто тут не хватает чего-то. Я прям вот сама почувствовала, что что-то вот... Не могу вот найти это ощущение, как раньше, потому что это было... Ну, в те, в то занятие, когда мы делали вот это, социальная растяжка была, совсем по-другому были ощущения. Вот почему-то это как-то запомнило, что сегодня у меня совсем другое, и не очень хорошо оно получалось. Ну, для меня. Вот, может быть, национально как-то нормально, просто, может быть... Ну, не знаю, может, я как-то вот... Ну, в общем, как-то... Не знаю. Ну, я... Нет, я знаю, что раньше раз получалось, значит, и в другой раз получится. Просто сегодня, может быть, как-то вздыхала не так. В общем, всё что угодно, да. Вот. А так вообще всё хорошо. Может, потому что первая часть сдалась как-то легко, прямо на подъеме, на подъеме, а потом стал уже чего-то как-то не хватать. Не знаю. Ну, может быть, может быть и так. Вот. А так всё замечательно. Обратила внимание, когда у тебя возникает болевое ощущение, резкость появляется в движениях силы, ощущения, и хочешь победить таким образом. Там повышается уровень суеты и резких движений. Да? Что-то я как-то... Ну, во-первых, когда... Нет, когда... Ну, вот это вот мы наклоны делали, там резких движений-то и не должно получиться. Ниоткуда их просто взять, эти резкие движения. А, с одной ноги на другую. И на гусях. На гусях вообще что-то прям тяжело. На гусях тяжело. Как-то... Я считаю, что если есть какие-то болевые ощущения, может быть, мозг от интерпретировал опасность и начинает скидывать все важные... Либо хочется... Просто это каким-то образом победить. То есть не поискать, а победить. Много происходит через резкость. И через расслабление, и через дыхание. А именно... Ну, ну... Ну, ладно, хорошо. Либо просто мозг вообще не хочет его наполнять. Просто... Мозг вообще ничего не хочет. Вообще ничего не надо. Ставьте мне в покое. Надо их можно лучше ставить. Хорошо, спасибо. Спасибо всем. Добрый день всех православных со светлым праздником Пасхи. Сегодня у нас такое воскресное занятие. Тоже были как бы рефреном на занятии мысли как бы... Почему-то вот только в этом году. Может быть, потому что фасциалка это сопряжено все-таки с работой как-то над собой, да. Правильно ли я поступаю, что, да, в праздник православный, ну, самый значимый, скажем так, какие-то, можно сказать, рабочие моменты. Но постоянно как-то рефреном это подкидывалось на протяжении тренировки. Вот. А потом все-таки как-то, ну, пришло ощущение того, что почему как бы, если это не вклад, да, в свое там здоровье, в свое исследование, это же можно каждое воскресенье рассматривать как праздник, посвященный своему здоровью. Почему нет? То есть, как такое рекреационное мероприятие. Все-таки это, когда это привычка, это уже перестает быть работой, просто образ жизни. Ну, вот. Основные задачи на тренировку, ну, во-первых, достаточно много сбивающих факторов, в том плане, что я все неплохо видела, ну, то есть без очков, без контактных линз, без всего. По-другому пространство ощущается. Плохо вижу и себя, и людей, то есть. Вот. Но просто, видимо, привычка как-то и пространство в целом, то есть я знаю там примерно сколько от одного угла до другого, примерно знаю, скажем так, возможности, да, там, присутствующих участников в этом плане мне это как бы помогало. И было в этом плане спокойствие. Но вот обратила сегодня внимание, что, да, там, ну, одного из участников в одном движении там немного по-другому разворачивались руки. И как-то только без очков, без всего просто обратила на это внимание, зафиксировала, что все-таки и тоже с этим можно справляться без каких-то, ну, помогающих факторов. Так просто обратила внимание на то, как мозг боится видеть. Ну, то есть боится, видимо, ошибиться в каких-то вот такой вот легкой дымке. Вот. Но как бы в целом это вообще как-то особо не мешало. можно работать вообще даже. Может быть, какие-то другие грани будут открываться. Это интересно. В принципе, про последовательность тоже задача, она остается. То есть продолжаю работать с последовательностью упражнений, что за чем следует. Вот. Но появилась больше свобода. То есть я могу там поинтересоваться, уточнить у координатора, да, то есть правильно ли я помню это, это, это. То есть как бы тоже здесь такой страх ошибиться, сделать что-то не так. В этом какие-то новые открытия появляются, рождаются. Вот. Как там, да, нет ошибок. Возможно, за ошибкой стоит великое открытие. Вот. Но я была удивлена тоже, что были задачи с формулировками. То есть я как бы почувствовала все, с самого начала что-то не задалось. Очень много косноязычия в том, как я говорю. И потом думаю, ладно, зачем сложно формулировать, когда можно просто, да, ну, напоминать о последовательности, примерно какие-то там пару фраз уточняющих и так далее. Оказывается, это может быть и наоборот плюсом. Для меня в моменте это было неочевидно. Вот. Наверное, как-то в целом все. Еще раз всех с праздником. На следующей неделе будем отталкиваться от погодных условий. Если будет тепло, мы будем заниматься уже на улице. В городском саду. Вот. Если пока еще будет холодно, пока в помещении. Пока дождь, да, мы здесь. Все. Всем спасибо. До свидания. Не, до свидания еще. Просто когда стоит блютуз. Все.